Согласно заказанному департаментам шоссейных дорог исследованию, в течение последних 12 месяцев садились за руль в состоянии опьянения 7% или 55 тысяч проверенных водителей. Статистика также подтверждает, что злоупотребление алкоголем увеличивает количество нарушений правил дорожного движения. При этом 94% нашего населения не только согласны с тем, что вождение в нетрезвом состоянии является серьёзной опасностью для дорожного движения, но и считает, что алкогольное опьянение даже в 0,2 промилле влияет на способность водителя управлять транспортным средством. Если взглянуть на итоги последних полицейских рейдов «Дуют все», к сожалению, картина складывается грустная. Результаты остаются схожими с прошлым годом, в течение которого мы задержали около 8 тысяч нетрезвых водителей. В нынешнем же году за пять месяцев мы уже успели остановить на наших дорогах приблизительно 3600 водителей, находившихся под влиянием алкоголя, без которых 1400 в состоянии опьянения, предусматривающим уголовное наказание. А ведь ещё семь месяцев впереди. Похоже, что мы догоним прошлогоднюю отметку 8 тысяч. Разработчики компании разъяснили, что хотят апеллировать и к чувствам, и к разуму участников движения. На чувства будут бить плакаты и социальные ролики, а на разум хотят воздействовать языком цифр. Например, таких, согласно проведенному исследованию, содержание алкоголя в крови на уровне уже 0,5 миллиграммов на литр увеличивает вероятность попадания водителя в дорожно-транспортное происшествие в три раза. Перед тем, как сесть за руль, стоит помнить, что 1,1 промилле алкоголя выводится из организма в среднем около часа. Что же касается чистого алкоголя, то 20 его граммов испаряется из организма здорового мужчины, чей вес составляет 80 килограмм около трёх часов. И здесь стоит помнить ещё одну вещь. Алкоголь влияет по-разному на одного и того же человека в разные дни. Ведь многое зависит от того, что он сегодня ел, как хорошо он отдохнул и тому подобное. Профилактическая кампания Департамента шоссейных дорог должна быть направлена на внедрение в жизнь модного и разумного европейского лозунга, призывающего людей и самим не садиться за руль выпившими, и другим не позволять. Всё это на официальном языке называется всенародная борьба за нулевую толерантность к вождению в нетрезвом виде. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.